Поход в магазин — это не только про покупки. Во всяком случае, есть ли речь о саранском книжном мире? В сентябре этого года всеми любимой книжной на Советской площади презентовал чайную библиотеку. Это пространство, где можно расположиться за чтением любимой книги, встретиться с друзьями, провести литературный вечер или даже организовать каворкинг. Сегодняшнюю гостей книжного мира объединила любовь к одной известной повести. Темой читательской встречи стало столетие со дня издания «Алых парусов» Александра Грина. Место встречи выбрано не случайно. Это магазин моего детства, потому что я сама еще раньше ребенком сюда ходила покупать открытки, календарики, завраженно смотрела на книги, покупала какие-то книги, которые до сих пор сохранились. Но теперь я привела сегодня сюда детей своих, которые будут говорить об одном из самых интересных произведений Александра Грина «Алые паруса». Простым общением встреча не ограничилась. Ребята участвовали в викторине, читали стихи и даже пели песни под гитару. Декорации тоже дело рук школьников. И если сто лет назад «Алые паруса» были просто книгой, сегодня это гимн романтизму и романтикам. Даже те, кто не знаком с творчеством Грина, наверняка слышали те самые песни, без которых не обходится ни одна смена в детском лагере. Еще один символ — Санкт-Петербургский праздник на воде для всех выпускников. Это заслуга лишь одного легендарного произведения. А сколько еще их предстоит открыть для себя юным читателям и сосчитать трудно. Сделать чтение чем-то более доступным и привлекательным — одна из основных задач «Чайной библиотеки». Этот день прошел под сенью «Алых парусов», а впереди у книгоманов еще немало интересных встреч, живого общения и увлекательного чтения. Ирина Суконкина, Дмитрий Малахов. Народные новости.